Друзья, приветствую! Передали мне масло. Знакомый передал ZIC TOP LS 530 среднезольник. Из автомобиля BMW 540 с мотором B58 на втором стейдже 490 лошадиных сил с общим пробегом 123 850 километров. И вот было залито 2.09.23. Описание по автомобилю и условия эксплуатации знакомый скинул мне в WhatsApp, поэтому приведу его в нижнем левом углу. И образец отработки данного масла с пробегом около 6000 километров. Сейчас проверю. Вот я уже создал запись ZIC TOP LS Low Subs, то есть низкая зола 530 C3 проверю и через несколько секунд покажу вам результаты. Не переключайтесь. Ну вот результаты готовы. Предлагаю ознакомиться. Первым делом рассмотрим совпадение по пирсену. Так, смотрите. Максимальное совпадение на 99.8% масло ZIC имеет с матюлем 8100. X-Line плюс 530 тоже C3. Вторая строчка такая же. Потом далее идет RUWE High-Tech Multisyn DPF 99.57%. Равинол тоже C3. Посмотрите, все C3. Молдинамик венгерское масло. Ну, это Эльсак. Ну, тут уже приличное отличие 97.57%. Ну и так далее. Так, хотя вот ZIC X7 внизу. Так, следующая область спектра на пик на 722, который, по которому можно судить косвенно о составе базы. Так, что мы видим здесь? Я подобрал конкурентов. Матюль. Значит, смотрите, как с ZIC совпадают. Линия в линию идут. Mobil 1 ESP турецкий, но это версия до 22-го года, до 23-го года. Вот в 23-м году рецептура сильно изменилась. Так, видно, что в Mobil есть PAO. Ну и, как такой, можно сказать, лидер эталон Polymerium X-Pro 2. Смотрите, как много PAO в составе. Просто рекордсмен, скажем так. Далее я хотел показать на примере Polymerium X-Pro 2, как выглядят нафталины на спектре. Вот видите, от основного пика на 722. Справа такие горбики. Это вот характерный признак гребенка нафталиновая. Видно, что в Polymerium есть нафталины, в Mobil 1 нету нафталинов, в Matuli и в ZIC нету. Здесь, в общем-то, все хорошо и наглядно видно. Да, похоже, что в ZIC и Matuli есть небольшое содержание PAO. Я думаю, что не более 20%. То есть, так чисто номинально. Так, следующая область спектра. Мы можем оценить количество эстеров, сукцинемидов. Ну и что мы здесь видим? Посмотрите, здесь, опять же, безусловный лидер это Polymerium X-Pro 2. Посмотрите, и сукцинемидов. Это левый горбик и эстеров больше даже, чем в Mobil 1. Вот, видите, да? Синяя линия. Ну и ZIC прям один в один с мотылем. Прям линия в линию. Я думаю, что просто одинаковый пакет. Скорее всего, мне кажется, это автоны. Потому что ZIC наверняка делают на автонах. Они подешевле. Вот, и здесь, скорее всего, то же самое. Ну, видно, что есть масла, скажем так, и поинтереснее, чем импортные. Так, ну и давайте посмотрим результаты по-свежему. Так, вот ZIC TOP LS 530. Видно небольшое содержание эстеров по окислению. 14,02 нитрования 6,3. Противоизносных присадок 0,83. Да, тоже видно, что это среднезольное масло. Даже может быть ближе к малозольному какой-то такой, да. Есть чуть-чуть фенольных антиокислителей 0,11. И хороший процент 0,85 аминных. 7,36 щелочное число. И кислотное 1,66. Ну, типичные значения для АЦ3. Ну, и вязкость 11,9. Тоже типичная для АЦ3. Видите, вот здесь как бы все параметры укладываются. То есть масло качественное, нигде не заваленное. Так, предлагаю перейти к отработке. Как я сказал, уже это BMW 540, 490 сил. И едет 3,5 до 100. Ну и давайте посмотрим. Так, за этот пробег подналило бензина. Ну, заканчивалась эксплуатация уже в конце осени. Поэтому ничего удивительного здесь нет. Нарастает окисление, нарастает нитрование. Кстати, по нитрованию я пересчитал. По нитрованию, на мой взгляд, примерно 160 мот часов должно быть. Вот это для меня загадка. Противоизноски, смотрите, на 0,02 стало больше. Фенольных антиокислителей не стало. Ну, там их 0,11 было. Неплохой остаток по аминным 69%. Щелочное еще живое 4,55. Ну и кислотное постепенно нарастает 2,49. В принципе, нормально. Да, есть небольшая просадка по вязкости. 11,15 было 11,91. Ну и чуть-чуть сажи, 0,02%. Это, в принципе, немного. Но владелец подтвердил, что через тысячу после замены масла менял свечи. Возможно, и с этим связано. Ну и вот, значит, прогноз. Давайте. Хочу подчеркнуть, что моточасы здесь расчетные. Я пересчитал по нитрованию. На мой взгляд, вот такие данные. Владелец мне прислал данные. Потом я попросил по средней скорости. Средняя скорость 35. У него получилось 34,7. Но это за длительный период. И, естественно, осенью серьезно скорость упала по отношению к лету. Поэтому я пересчитал. У меня получилось 37. Ну, плюс-минус. То есть можете считать. Вот я посчитал, что чуть-чуть даже занесить прогноз полезнее, чем его завысить. Ну, вот такие результаты. Почти 9 тысяч километров по километражу. И примерно 240 по работе. Но это BMW. Да, кстати, не забывайте поставить лайк. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик. Так не пропустите уведомления. Скоро покажу видео тоже из BMW. Т-Бойл. Интересное, кстати, очень интересное масло. Вот. И можно будет такой же C3. И можно будет сравнить и посмотреть разные BMW. Вот. И разные масла. Примерно плюс-минус одинаковых моторах. Там, правда, мотор предыдущего поколения. Тоже трехлитровый. Турбо. Значит, что можно сказать? Ну, масло отработало неплохо. Учитывая то, что BMW вообще любит уничтожать масло. Здесь, в общем-то, все хорошо. На мой взгляд, ориентируется на стоимость. Ну, а вот по составу, сами видели, есть продукты и поинтереснее там. Всяких Zik Top. Вот. Да, они подороже по цене. Но ничего бесплатного не бывает. Вот. Zik Top или каких-нибудь там польских Extreme, X-Line. Вот. Тоже не думаю, что там будет что-то, какие-то откровения. Да, кстати, я снова сделал видео доступным про Extreme, где было подозрение на рециклинг. Могу в описании добавить. Ну, может, кто не видел. Можете ознакомиться. Вот. Кому будет интересно. Вот такой получился тест. Благодарю Константина за предоставленные образцы. Благодарю всех, кто посмотрел данное видео. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok